Чер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. День 1 марта. 1 марта 1954 года США произвели взрыв водородной бомбы на Атоле Бикини в Тихом океане, сегодня Атол Бикини, часть Республики Маршаловы острова. Мощность этого взрыва была эквивалентна взрыву тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Жертвами испытаний стали рыбаки нескольких японских рыболовных шхун. Большинство из них умерли от лучевой болезни, не дожив и до 60 лет. Ударная волна и радиоактивные осадки вызвали беспокойство во всем мире. С протестом против испытаний термоядерного оружия на Атоле выступил знаменитый английский математик и философ Бертран Рассел. За его выступлением последовали заявления нобелевских лауреатов Альберта Эйнштейна, Фредерика Жоля-Кюри и других выдающихся ученых. В результате было образовано Погуошское движение ученых Запада и Востока. Погуошское движение – это международная неправительственная научная организация. Ее цель собрать воедино представителей разных стран мира авторитетных ученых и влиятельных политических деятелей. Участники движения заинтересованы в снижении опасности возникновения вооруженных конфликтов и ведут поиск путей совместного решения глобальных проблем. Это движение получило название от канадского местечка Погуош, где с 7 по 10 июля 1957 года при поддержке американского промышленника Сайруса Эйтона прошла первая встреча ученых, на которой обсуждались важнейшие аспекты мировой политики, в частности, угрозы ядерной войны. В 1995 году Погуошскому движению присуждена Нобелевская премия мира. А дата 1 марта на Маршаловых островах в настоящее время является общенациональным днем поминовения памяти жертв ядерных испытаний. Маршаловые острова были основой для проведения ядерных испытаний Соединенными Штатами более десятилетия. Всего в период с 1946 по 1958 год американцы провели здесь 67 ядерных испытаний. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.